День государственности Мы сегодня поговорим с нашими экспертами и гостями в студии. В студии Иван Луцкан. Добрый вечер. В число задач, которые намечены к столетию Якутской ССР, которые мы отметим в 2022 году, власти республики включили и демографическую задачу. Это миллион жителей. В этом году в апреле даже был дан официальный отчет. И судя по показателям прироста населения, миллионный житель может появиться даже раньше. В этой связи у меня вопрос к экспертам. Наверное, Светлана Александровна, к вам. Все-таки ждать миллионного жителя к 2022 году или же нет? Добрый вечер. Ну, хочется сказать, что демографическая ситуация в нашей республике улучшается. И тренды весьма даже обнадеживающие. Сейчас у нас в республике проживает около 960 тысяч человек. И, в общем-то, если смотреть до 2022 года, то остается 40 тысяч. Ну и здесь, если продолжатся те тенденции, которые сложились сейчас, благоприятные по рождаемости, благоприятные по снижению смертности, мы впервые перешагнули 70-летний порог по продолжительности жизни. Это, безусловно, значительный успех. Но некоторые проблемы, с которыми мы уже сейчас начали сталкиваться и которые мы должны переживать, это прежде всего структурный фактор. То есть сейчас мы входим в период, когда структура не будет нам попутным ветром. Структура возрастная, потому что сокращается количество женщин репродуктивного возраста. И вот по оценкам наиболее активный репродуктивный возраст, это 20-30 лет, значит, сейчас уже происходит сокращение. И где-то вот как раз 20-22 год мы пройдем эту демографическую яму, и потом уже начнется подъем. Поэтому ситуация со структурным фактором, она, в общем-то, вот такая, какова она есть. И мы тут уже ничего сделать не сможем повлиять на нее. Но мы можем повлиять на, конечно, меры, которыми, значит, сейчас уже значительная часть населения нашего воспользовалась. И это говорится, и это сказывается, прежде всего, на увеличении рождаемости высокой очередности. Например, в сельской местности третье рождение, они сейчас превышают по доле вторые и первые, если посмотреть по структуре рождаемости третьей и последующей, выше по удельному весу, чем первые рождения, чем вторые рождения. То есть все-таки сразу тогда, да, я вот хотел бы дополнить, все-таки качество жизни населения. То есть тут я хотела сказать, что здесь ситуация у нас достаточно благополучная, и, в общем-то, наш субъект, один из немногих субъектов Российской Федерации, который сохранил вот этот естественный прирост и тренд благоприятный. Но что касается второго фактора, который меняет нашу демографическую ситуацию, это миграция. И здесь нужно сказать, что миграционный фактор, несмотря на то, что он сокращается, миграционная убыль, но тем не менее он остается все-таки в отрицательном значении, и это приводит к уменьшению численности. Но я бы хотела сказать, что тут ведь главное не только сколько нас. Хотелось бы дополнить, да, вот все-таки, Татьяна Семеновна, вы тоже вот эксперт, да, в части качества жизни. Вы бы для себя что определили? Что это такое? Ну, качество жизни, как определяют его ученые, это в первую очередь уровень жизни, уровень материального благосостояния. А кроме уровня еще относятся условия и факторы. Та же продолжительность жизни, состояние здоровья и так далее. Но первая составляющая, это, конечно, материальное благополучие, уровень жизни. Это определяет качество жизни. Это вот со стороны экспертов, главы, депутаты, представители министерств. Вы как считаете, что такое качество жизни и уровень? Я думаю, что это комплексное явление. Вот как говорили, он составляет, ну, в основном исходит от уровня жизни населения. Это, конечно же, в первую очередь, это достойный уровень доходов населения, да, и условия проживания населения, и качественное предоставление социальных услуг. Это сфера образования, здравоохранения, культуры, спорта. Все это в купе составляет именно достойный уровень качества жизни населения. Мы можем добавить еще субъективную оценку самого человека этого качества жизни. Человек живет в Африке, живет там, ну, в его хижине, и говорит, у меня хижина хорошая, у меня хорошее качество жизни. То есть субъективная оценка, это тоже непременно составляющая качества жизни. Удовлетворенность граждан, потребностей. Вот вкратце, наверное, таким образом можно. Ну вот для каждого из нас, да, удовлетворенность разная. Вот сейчас я предлагаю посмотреть сюжет, который нам прислали коллеги из Алданского района, и сделать, исходя из него, вывод. Вот уже третий год баня в поселке Ленинский является лишь ориентиром. Ведущая к крыльцу дорожка заросла сорняками, на двери висит замок. О парилке и моечных напоминает только старая вывеска. Поселковая баня, находившаяся в ведении индивидуального предпринимателя, была закрыта за нерентабельностью. Цена билета в городской бане, да, где-то порядка 280 рублей. Лишь на это, да, вот на эту оплату. То есть нужны какие-то дополнительные выливания. Без бани плохо сетуют жители. Для некоторых семей не то, что попариться в сласть, принять душ стало проблемой. Зоя Чернышева приехала в гости к детям. Хорошую баньку женщина уважает. Однако в Ленинском это удовольствие ей недоступно. Ну да, я тоже слышала, что люди жалуются, что нет бани для такого поселка. Поселок вообще-то прилично большой. Нужна, конечно, баня. Финансировать предоставление комплекса банных услуг населению из местного бюджета не представляется возможным. Глава муниципального образования поселок Ленинский Светлана Гордиенко обратилась к депутатам госсобрания Илтумен с просьбой субсидировать работу бани из бюджета республики. Однако пока вопрос не рассматривался. Но наша администрация, она высоко дотационная. Поэтому мы не можем себе позволить субсидировать данный вид расходов. Для меня этот вопрос остается открытым. То есть мы не отказываемся от своих полномочий по созданию комфортных условий и приложим все усилия для того, чтобы в дальнейшем, может быть, в последующем, может быть, через год все-таки этот вопрос как-то решился. Будет ли баня на Ленинском работать вновь, пока неизвестно. В ожидании решения жители выходят из положения. Строят частные бани, устанавливают водонагреватели или же ездят мыться и париться в районный центр. Как видите, для кого-то и золотой унитаз, и сауна в доме – это признак качества жизни, а кому-то даже помыться негде. Александр Иванович, у меня к вам вопросы. Все-таки в прошлом и производственник, ныне депутат. Вы как-то решали эту проблему, когда были на производстве? Довольно такой неожиданный для нашего фирма. Сегодня у нас бани не относятся ни к жилищным услугам, ни к коммунальным услугам. Это бытовая услуга, которой сегодня занимается бизнес. Я сам с района всю жизнь прожил в районе, поэтому не понаслышке знаю, действительно, наличие бани для населения – это проблема. Вот присутствующая глава, наверное, не должен обмануть. Сегодня этот вопрос успешно решается, но где-то немножко лучше, где-то немножко хуже, но если глава поселка, депутатский корпус заинтересованно подходит к этому вопросу совместно, то есть они находят деньги для начала этого бизнеса, находят предпринимателя, который бы занимался этим вопросом, и эти бани успешно работают. Хочу добавить к этой теме, что сегодня в республике очень активно идет подключение частного жилфонда к центральному отоплению и совершенно тоже с недавнего времени, с недавнего прошлого, частные бани, которые раньше оплачивались по себестоимости, они тоже оплачиваются по льготному тарифу сегодня, как жилье. Это очень существенно для населения на селе, которое живет, и является очень таким тоже, наверное, индикатором качества нашей жизни. Вот у меня главный тогда вопрос, да, тоже, Анатолий Фимович, здесь и коллеги Хангаласки, Чуропчинцы. У вас проблема с банями тоже стоит? Да, у нас такая проблема тоже присутствует, особенно в нашем районе, где с водой всегда проблема у нас была. У нас работает единственная баня в центре села Чуропчатока. Сейчас бизнес не хочет заниматься баней, потому что это бизнес нерентабельный. У нас ЛУЗ полностью район, ну как дотационный район, поселения тоже не могут обеспечивать услуги, банные услуги, допустим. Поэтому сейчас мы упор должны делать, как вы сейчас правильно сказали, мы сейчас активно подключаемся к частному сектору, то есть это индивидуальные, допустим, ну в основном в сельском месте сами себе строят бани, да. И в последние вот три года мы уже больше тысячи жилых домов подключили к частному сектору, подключили частный сектор к центральному отоплению. И дальше уйдет уже в благоустройство самого дома. Душевые кабинки, ванны и все проще уже внутри самого дома. Но мы не случайно обратили внимание на Алданский район. Вот хоть он и промышленный, и находится на юге, но у него происходит отток населения. Уже порядка 600 человек покинули этот район. Одно дело, когда с севера люди уезжают, а когда с юга возникают опять же вопросы. Вот вопрос опять же эксперта. С чем это связано? Ну я думаю, сюжет про бани как раз и дал ответ нам. Раньше в Алдан приезжали за достаточно высоким уровнем жизни. Там была высокая зарплата и относительно благоприятные условия. То же самое, кстати, касается севера. Почему уехали оттуда люди? Качество жизни изменилось. То же самое касается Алдана. Как района старого промышленного освоения, произошло изменение условий, и люди стали уезжать, искать более подходящие для себя условия. То есть вот мы уже определяем, что качество жизни это не только демографическая ситуация, комфорт это еще условия жизни там, где проживает человек. Вот с этой точки зрения, опять же обращаюсь на главу, который работает на местах, какие вы предпринимаете меры, чтобы улучшить эти условия на местах? Вообще считается, что предоставление условий для проживания граждан, это наша основная задача, она неразрывно связана с повышением уровня качества жизни населения. И основные задачи, они у нас прописаны в 101-м федеральном законе по вопросам местного значения. То есть весь спектр, все то, что мы делаем, это делается для того, чтобы улучшить условия проживания людей. Это вот что у нас в приоритете сегодня стоит в республике, это и переселение из аварийного жилфонда, это и вопросы благоустройства, модернизации лично коммунального хозяйства, это и сфере образования, реформа. Поэтому все то, что мы делаем, это делается только для повышения уровня и качества жизни населения. Конкретный пример, самый значимый, что было сделано недавно в Хангаласском УУСе? В Хангаласском УУСе хотелось бы отметить, что мы очень активные участники программы переселения, и кроме этого в этом году тоже участвовали в программах по благоустройству. Четыре наших крупных населенных пункта получили субсидии, и, соответственно, у нас появились тротуары, которые около 20 лет у нас не было. Это и уличное освещение, это у нас и дороги и так далее. Ну вот, спасибо большое. Сейчас мы перерываемся на небольшую рекламу, а далее мы продолжим обсуждать с нашими гостями и со зрителями вопрос качества и уровня жизни населения. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами, с каналом УК САХА. Еще одним из показателей качества жизни населения является качество и доступность медицинской помощи. Но, опять же, показатель весьма интересный, потому что для кого-то качественные медицинские услуги – это четко поставленный диагноз, независимо от очередей, а для кого-то это, возможно, общение с врачом и, возможно, даже врачебная ошибка. Предлагаю посмотреть сюжет из УСНР и далее перейти к обсуждению. В прошлом году заболевшего пневмонией оленевода, находившегося в отдаленном стадии, доктора местной амбулатории спасли лишь благодаря вовремя прибывшему вертолету с анавиации. Но зачастую не все вызовы выполняются, и оленеводам, охотникам, чтобы доставить больного до ближайшей амбулатории, приходится запрягать в дальнюю дорогу свои упряжки. И нам нужна такая мощная машина скорой помощи, чтобы мы действительно могли выехать для экстренной помощи, оказания помощи оленеводам. Здание местной амбулатории только снаружи кажется новым. Построенное в прошлом веке уже давно требует капитального ремонта. Это понятно любому посетителю амбулатории, даже входная дверь открывается с трудом. Сейчас ломано, видите, не закрывается на ключ. Заведующий лечебным учреждением работает здесь шестой год. И за это время мебель ни разу не обновлялась. Давно-давно мы просим, чтобы нам ноутбук отправили, потому что у нас уже устарел процессор и компьютер. Потом процессором отправляем туда, в Уснера. Очень тяжело нам. В этом году в Учугее родилось 10 детей. Но ни педиатра, ни акушер-гинеколога, наблюдающего за здоровьем беременных, нет. Я обращалась в свою центральную районную больницу. Но сказали, что вы врач-боп и будете сами за акушерку. Но я за это не получаю. Молодые мамы, мы же не знаем, как лечить детей хорошо, если бы был педиатр. В аптеке тела Учугее с населением 370 человек из-за лишения лицензии сегодня нет даже элементарных лекарств от кашля и парацетамола. Туяра Филипова, Артур Старостин, Аймеконский УЛУЗ, НВК САХА. Конечно, понятно, что для того, чтобы обеспечить санитарную авиацию, отремонтировать вот это здание и привлечь туда врача, нужны миллионы-миллионы бюджетных средств. Как все-таки вы планируете решать эту проблему, Людмитрия? Да, тем более вы слышали, что количество проживающих 370 человек. И понятно, что на 370 человек обеспечить врачом-педиатром или, допустим, акушер-гинекологом, это нереально, не по нормативам Российской Федерации и не по нормативам Республики Саха-Якутия. Но сегодня мы говорим как раз о том, что вот здесь депутаты, что действительно надо менять законодательство, надо менять подход организации медицинской помощи для таких территорий, как Республика Саха-Якутия. Потому что действительно у нас Арктика, у нас территории те, которые малодоступные и с низкой плотностью населения. Сегодня мы решаем эти проблемы. Они имеют практическое уже воплощение, они имеют воплощение в тех нормативных документах, которые были приняты в Республике Саха-Якутия. Прежде всего, конечно, это то, что мы развиваем сеть телемедицинских консультаций. Это прямая консультация, которая выходит сегодня, и она организована, и организована на уровне Центра медицины катастроф, когда нуждается, допустим, в том или ином виде помощи. Конечно, это санитарная авиация. Санитарная авиация, о которой сегодня шла речь, это большие вертолеты, это Ми-8. Сегодня мы ставим перед правительством Российской Федерации проблему о том, чтобы Минпромом России изготавливались вертолеты для малой санитарной авиации с дальностью полета до 200 километров. И мы разработали программу, она сегодня утверждена в Минздраве Российской Федерации. Будет недавно заслушание, на котором как раз эта программа будет приниматься на уровне Медведева. И сегодня федералы нас услышали, они понимают, что эта проблема нужна, и она очень важна для оказания медицинской помощи. Как раз то, что вы сказали, качество и доступность, они идут у нас параллельно. Следующее направление прозвучало о материально-технической базе. Действительно, такова проблема имеется. Есть программа, она уже тоже принята о строительстве стаофапов. Помимо всего прочего, параллельно идет не только строительство, мы понимаем, что стены – это одно, а как раз это укомплектованность. Вот укомплектованность будет теми мобильными комплексами, которые позволят проводить скрининговые исследования. И затем уже подключается к телемедицинскому консультированию. То, что есть. Поэтому доктор, который сейчас там находится, она будет иметь возможность и проконсультировать, и на этом вертолете прилетит доктор, который нуждается. Ну и, по сути, на этой базе мы сможем вывести человека уже на центральную районную больницу, для того, чтобы дальше решать вопрос на уровне специализированном. Ну понятно, что для телемедицины нужна еще хорошая качественная связь, а мы знаем, что на северах и с этим тоже проблема. Как-то увязываете? Нет, это все увязывается, потому что мы не можем, допустим, сегодня говорить, я бы не имела права сегодня говорить о телемедицинском консультировании, если бы уже не была разработана программа на уровне республики, и я думаю, что вы тоже о ней знаете, которая обеспечивает буквально за вот эти годы, буквально 2-3 года идет очень интенсивное подключение, в том числе и интернета, и развитие именно телемедицинского консультирования. Думаете, успеете до которого года? Дает нам возможность, что буквально до 2018 года вся республика будет работать в режиме телемедицинского консультирования с хорошей связью. То есть это идет все параллельно. Одно здравоохранение может разрабатывать для себя программу. Понятно, да, но в любом случае, вот сейчас мы поговорили о проблемах медицины, но для того, чтобы, опять же, человек был здоровым, ему нужны средний душевой доход населения. Здесь вопрос, наверное, к Министерству труда связан с тем, что у нас показатель, опять же, средней заработной платы, про которую говорят, и средний душевой доход, он колебится 38 тысяч где-то, да, опять же, прожиточный минимум. Вот сейчас реализуется программа адресной помощи населению, которое действительно нуждается в этом. Как вы определяете нуждающихся? И это, опять же, вызывает сквал эмоций, почему говорят, что я нуждающийся, а вот мой сосед нет. Спасибо за вопрос. Значит, здесь я хочу отметить следующее, да, что на сегодня все меры социальной поддержки, которые оказываются так или иначе республикой, да, за счет и регионального бюджета, за счет и федерального бюджета, имеют адресный характер. То есть здесь адресность и нуждаемость нельзя ни в коей мере путать, потому что нуждаемость – это уже немножко другой критерий, это те категории лиц, которые в определенной мере именно нуждаются в какой-то поддержке социальной, да. Адресность в чем заключается? Вот на сегодня у нас, например, получателями мер соцподдержки являются так называемые категории федерального регистра и регионального регистра, да. Значит, это в основном статусные категории. Например, федеральный регистр – это вот участники войны, вдовы, инвалиды, да, то есть блокадники. То есть это те люди, которые вот своим статусом как бы определили, что им нужны определенные социальные поддержки. А где таких людей? Да, в федеральном регистре на сегодня более 54 тысяч человек. Региональные регистры – это уже наши ветераны труда, ветераны тыла, например, да. Их у нас на сегодня уже более, ну, около 115 тысяч человек, да. То есть если в купе смотреть только вот эти вот адресные категории, они на сегодня где-то примерно 18% всего населения республики. Кроме того, мы оказываем меры соцподдержки, например, малообеспеченным семьям, да. Вот, допустим, ежемесячные детские пособия только на сегодня получают более 106 тысяч детей по республике, например, да. Есть очень много мер соцподдержки. Вот, например, если госпрограмма республики вот в этом году составляет около 15 миллиардов рублей, то есть здесь и федеральный бюджет более 3 миллиардов, да, и более, ну, около 12 миллиардов – это региональный бюджет, то из этой суммы 10,5 миллиардов уходит только на оказание мер соцподдержки. То есть сами посудите, это колоссальные цифры. А вот как человеку можно узнать, вот, допустим, я где-то могу прочитать о том, что вот так-то, так-то я могу воспользоваться. Вот все ли об этом знают? Ну, на сегодня, да, наше население, в принципе, хорошо информировано, потому что во всех районах, городских округ, ну, о городах у нас есть управление социальной защиты. Это наши территориальные подразделения, которые напрямую на местах работают именно с получателями мер соцподдержки. Поэтому информированность населения на сегодня достаточно хорошая. И, в принципе, нуждающиеся люди, они в полной мере на сегодня получают все меры соцподдержки. Опять же, один из показателей качества жизни человека – это его занятость. В республике сейчас насчитывается около 10 тысяч официально безработных людей. И сейчас, я знаю, существует программа по поддержке, стимулирование трудовой занятости людей, которые устраиваются на предприятии. Вот об этом поподробнее, наверное, расскажет наш специалист, да? Да, добрый вечер. Ну, во-первых, я хотела бы сказать о том, что в Российской Федерации уже несколько лет 16 субъектами Российской Федерации разработаны и реализовываются региональные программы повышения мобильности граждан. Это значит, из одного субъекта в другой субъект трудовые ресурсы привлекаются, утвержден перечень территорий приоритетного трудоустройства. И из субъектов Дальнего Востока только два субъекта, в том числе и Республика Саха-Якутия, не разработали и пока не реализуют данные программы. Значит, по поручению главы у нас 16-го года правительством разработаны и реализуются программы внутрирегиональной мобильности граждан. Данная программа подразумевает реализацию трех мероприятий. Ну, во-первых, это трудоустройство на постоянные рабочие места в промышленные предприятия. В рамках данного мероприятия предусматривается финансовая поддержка работодателей в виде сертификатов. Сумма сертификата составляет от 200 до 230 тысяч рублей. Второе мероприятие – это, значит, стажировка молодых специалистов в возрасте до 30 лет. В рамках данного мероприятия оказывается поддержка на проезд проживания и пособия для обустройства молодого специалиста до места трудоустройства, а также поддержка работодателей в виде частичной компенсации по заработной плате, а также доплата за наставничество. А много таких уже воспользовавшихся? Ну, мы начали реализовывать данное мероприятие практически с августа этого года. В данное время уже прошло два отбора работодателей, и пока у нас идет подбор кандидатур. А вот главы муниципальных образований знают об этом, представители, что такая программа есть? Да, конечно, знаем. В Хангаласском Улусе, я так понимаю, что это работает уже на примере Максоголовского у нас цементного завода. У нас набиралась группа, значит, бригада работников, которые сезонные работы, определенные виды, значит, Максоголовский цементный завод, он предоставлял, и куцемент предоставлял, значит, именно по реализации данной программы. Спасибо. Ну, я думаю, что программа весьма интересная, и, по крайней мере, что сейчас промышленные районы, я так понимаю, население потянется благодаря реализации. Да. И вот еще третье направление хотела добавить. Это временное трудоустройство на сезонные вахтовые работы. В общем, у нас заключено соглашение, и в рамках этого соглашения с АХАТРА с Сифтегазом уже в этом году более 80 человек направлено на вырубку просеки Сила Сибири из 12 муниципальных образований. И сейчас мы прервемся на рекламу и буквально очередь. Текущий год был объявлен годом благоустройства. Есть даже ряд примеров, когда главы Наслегов говорили о том, что именно этот год помог привлечь молодые семьи обратно в села. И вот хотелось бы, чтобы поделились опытом здесь присутствующие заместители глав. Вот в ваших районах что было сделано? Ну, я скажу, например, в Чуропчинском районе год благоустройства был объявлен еще в 2014 году. Ну, про подключение к центральным сетям я уже рассказал. Сейчас и в этом году, и в предыдущие годы было построено очень много скверов, дорог, мест, где можно отдохнуть, фонтанов построено. Но это уже в целом улучшает, конечно, качество населения, качество жизни населения. И в качестве примерных хотел рассказать. Допустим, у нас в прошлом году был построен маленький микрорайон в селе Чакыр. Там по линии миссельхоза было построено 4 дома. На следующий год там построили 10 домов, уже без никаких субсидий, уже люди сами туда потянулись. Там получился маленький микрорайончик. То есть и в следующем году, и в этом году говорят, что люди хотят туда переехать. Там с нашей стороны должны создаваться условия. То есть это минимальные затраты на инженерные коммуникации, на электричество. То есть это тоже подключение, если есть газ к газовым сетям или центральным сетям. И тогда уже потихонечку люди сами устраиваются. То есть приток населения и молодые специалисты уже тянутся туда, где есть возможность строиться, где есть благоустройство, где есть красивые улицы. Вот тем самым у нас, допустим, в конкретном взятом одном населенном пункте уже немножко население увеличилось. Как раз вы затронули интересный момент о том, что вы создали определенные условия, после чего люди сами уже подключились к реализации этой программы. То есть стали строить дома, где-то благоустраиваться и так далее. То есть это вот явно видно, да? То, что главное дать какой-то определенный импульс. Если определенный импульс даешь, то действительно сразу начинаются люди. Люди хотят строиться, в принципе. Сейчас в центрах районов нет участков, где подведены инженерные коммуникации. Это очень затратное дело, поэтому с нашей стороны должны решаться вот такие глобальные вопросы. А в Хангаласском районе? Знаете, я хотел бы тут заострить внимание еще на одном, что ни государственные органы, ни органы местного управления не смогут в полной мере удовлетворить потребности граждан. То есть там должна быть определенная инициатива с мест, это мы называем предпринимательством. Вот у нас есть населенный пункт, 80% домов подключены к централизованным источникам теплоснабжения. Эти же 80% они получают воду централизованно. Но на местах, значит, у нас рабочие места только в бюджетной сфере. Там нет предпринимательства. То есть если бы, возвращаясь к теме бани, если бы предпринимательство развивалось, то есть если бы инициативы были, то этих вопросов бы не было. Хотя по баням тоже у нас есть положительный опыт. Допустим, в Булгунях-Тахе у нас баня без субсидий и дотации работает. То есть из местного бюджета не предусматривается ничего, кроме предоставления, ну почти безвозмездно, там символическая оплата за аренду помещения. И, соответственно, работает, и население довольно очень. А почему так получилось, что выгодно стало? Ну, почему выгодно Булгунях-Тахе построить бани и так далее? Вы знаете, во-первых, внутри бани условия были лучше, чем в Алдане. Там стояли у нас стиральные машины, которые в сельской местности не у всех есть. Там у нас устроена парикмахерская. А потом нужно следить за чистотой, за условиями, которые... И самое главное, качество предоставляемого услуги. Если следить за этим, то, в принципе, можно поставить дело на рентабельность. Ну а так население-то само ощутило? Какие-то положительные изменения? Что они вам говорят? Инициативы какие-то появились? Тема благоустройства, тема благоустройства, она назрела, она в ходе отчетов главы, отчетов правительства, предвыборных каких-то встреч с населением, уже затрагивались не темы жилищно-коммунального. Раньше приоритет всегда ставился на жилищно-коммунальных услугах, где-то что-то прорвало, канализация и так далее, тепло. А сейчас больше ставятся вопросы благоустройства, то есть я считаю, что уровень жизни и качество, оно увеличивается соразмерно с потребностями. То есть, грубо говоря, сейчас население требует тротуары, требует седодиодное освещение, спортивные площадки, детские площадки и так далее. Я, конечно, уверен, что то, что мы сейчас делаем, что и госорганы, и органы местного управления в области благоустройства, оно имеет место актуальное. А вот население из-за этого количества выросло или нет? Это мы узнаем в следующем году. Когда подведете итоги года. Да, да. Ну вот теперь переходим к Жатаю. Жатай в данном случае реализует программу энергоэффективных домов, и у всех на слуху. Анатолий Ефимович, что дало вам лично вот это переселение и строительство энергоэффективных домов как главе? Ну, во-первых, я тоже хочу начать с темы благоустройства. Вот объявленный год благоустройством, я думаю, что дал всем, наверное, главам муниципальных образований возможность переосмыслить, что такое благоустройство. Это не просто детская площадка, которая стоит, да, а подходы к ней, освещенность и всё остальное, инженерное обустройство той или иной территории, что как раз даёт комфортную среду проживания для людей. Вот тема переселения, наверное, это самая такая злободневная тема. Это качество жизни населения. И большинство жителей, которые жили в аварийных и ветких домах, это те люди, которые уже потеряли, в смысле, наверное, веру в то, что у них когда-то может получиться с хорошим жильём. Они не способны были купить это жильё, накопить эти деньги. И вот как раз переселение из ветхого аварийного жилья дало возможность этим людям как-то переосмыслить себя, дало возможность почувствовать то, что они действительно что-то могут и могут начать новую, более качественную жизнь. То, что говорим про энергоэффективный квартал Житая, это действительно дома, наверное, с другой степенью обустройства, с другим отношением людей к этим домам. Это возможность использования тех альтернативных источников электроэнергии. И вообще люди, переезжая в эти дома, чувствуют себя немножечко по-другому, как бы космическое такое. Вон там коллектора стоят, антенны какие-то стоят, да, значит, я действительно в этом доме что-то другое, что-то лучшее. И территория обустроенного этого квартала, наверное, сами, Иван Петрович, видели, да, о том, что это совершенно другая территория, которая даёт возможность, ну, наверное, почувствовать себя действительно реально совершенно как бы в другом мире. Это и спортивные площадки, это и детские площадки, это и тренажёрные площадки. И что действительно притягивает людей на проживание на данной территории. Ну вот вы как раз обратили внимание, что они до этого жили, ну, скажем так, в хибарах, да, где и туалет-то был на улице. А сейчас они переехали в благоустроенные дома, где светло и чисто. Вот люди сами это ощущают, они следят за чистотой? Вот здесь вы правильно задали как бы вопрос, очень интересный вопрос. И я тоже на этом остановился и сказал, что люди переосмысливают. Большинство из людей понимают о том, что это действительно так. Но есть и категория тех людей, которые как жили в деревянном бараке, так же и живут сейчас в новом доме. Ну, это менталитет людей, соответственно, как бы за один день и за один даже год это не переделывается. Но уже видно и чувствуется о том, что отношение людей к жилью меняется. Потому что жильё более сохранное, нету тех надписей в подъездах, которые как бы часто бывают. Здесь был Василь. Да, здесь был Василь, ещё что-нибудь похлеще. Но в любом случае, значит, действительно, вот это бытиё, говорит, определяет сознание. Оно действительно, сознание меняется у людей. Вот может быть на законодательном уровне что-то можно сделать, чтобы реализовать полностью гражданские инициативы людей, привлечь их более активно к реализации вот таких планов, задумок. Мыслив, навскидку. Хочу сказать, что вот мы, когда узнали, что нас пригласили, посмотрели статистику. Вот буквально за полтора года, можно сказать, последних, принято 34 республиканских законов, которые в той или иной мере направлены на улучшение качества жизни. Будь то социальная защита, будь то защита туберкулеза, будь то социальная поддержка граждан, которые попали в трудную ситуацию. Ну, хочу сказать, таких вот основных, они все, конечно, основные, но более-таки резонансы, это вот, конечно, закон о социальной защите, который сегодня у нас работает и который успешно реализуется, можно сказать. И закон о социальной поддержке граждан, которые потеряли одного из родителей в годы Великой Отечественной войны, который тоже был довольно резонансным, но это очень такие адресные... Ну, это вот социальная защита. Вот, Татьяна Семеновна, все-таки если как эксперт, да, как человек страны и сообщества, вот вы бы что бы еще сделали, например, для того, чтобы миллионный житель, например, у нас появился? Ну, вот когда мы говорим о качестве жизни, как мы можем судить о том, что мы достигли какого-то определенного качества жизни? Этот ответ дает население. Если у нас население прирастает, ясное дело, что качество жизни у нас улучшается. И вот все касается одного миллиона жителей, да, оставим в какой рождаемости смертность, будем говорить о миграции. Если бы у нас миграционный... не было миграционного тока за пределы республики, то есть у нас, если бы было хорошее качество жизни, мы бы этого миллиона достигли за пять лет буквально. Если мы станем миграционно привлекательным регионом с хорошим качеством жизни, тогда население ответит, да, здесь хорошо жить. Наша республика будет процветать дальше. Светлана Александровна. Потому что население, видя здесь лучшее качество жизни, стремится сюда, переезжает. Наверное, я выскажу общее мнение, что качество жизни зависит не только от стремления властей что-то реализовать в своем муниципальном образовании в целом республике. Не от того, что, допустим, будет ФАП какой, а от того, что как люди будут приходить на ту же самую диспансеризацию, вовремя ли они будут приходить, а будем ли мы создавать эти условия. Поэтому хотелось бы привлечь внимание вас всех к одной главной проблеме, что мы сами куем в свое качество жизни.